Доброе утро, добрый вечер. Не знаю, как и сказать. Может быть, как говорит мой уважаемый коллега Сергей Юрьевич Шипов, доброго вам времени суток. Звучит неплохо. С вами гроссмейстер Алексей Ермолинский. И говорить мы сегодня будем о только что начавшемся последнем этапе серии Гран-при, который проходит в Иерусалиме. Ну, я вообще-то немножко волнуюсь, поскольку давненько я не разговаривал на родном языке, точнее, разговаривать я разговариваю, а вот записывать шахматные лекции, это, ну, надеюсь, что не собьюсь на английский. Но если собьюсь, ну, вы у меня, товарищи, образованы, я думаю, легко меня поймете. Ну, в общем, что у нас там происходит? Ну, отыграли первый круг. 16 человек играют на вылет. Ну, вы знаете, конечно, то есть вся эта серия, она проходит для того, чтобы определить двух дополнительных участников турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге в марте следующего года. Так вот, один-то из них уже определился, причем даже до того, как первый круг был закончен. Дело в том, что Александр Грищук, который уже свою квоту выработал, и в Иерусалим, естественно, не приехал. Он набрал там 20 очков, и теоретически была возможность, что его двое участников обойдут. Но для этого там должно было как-то сложиться, невиданно. И, в общем, так не сложилось. И когда они сыграли его конкуренты 1-1 в основное время, ну, а с подосновным временем я имею в виду классический контроль, то получилось, что они не добрали вот этого дополнительного очка, которое добавляется за победу в основное время. Ну, в общем, так получилось, что поздравлять нужно Грищука, с чем мы его и поздравляем. Он боролся как лев, проявил волю к победе и полностью заслужил того, чтобы снова сыграть в турнире претендентов. Будем надеяться, что сыграет. В следующем году он лучше, чем играл в предыдущей серии. Ну, что касается других, три человека в борьбе. Хотя есть теоретическая возможность, что и четвертый подключится. И милость, точнее. Но... Что, в общем, получилось? Сыграли-то они все один-один. И потом пришло дело к таймбрейкам. Ну, давайте начнем, что ли, с Максима Вашьева-Грава. Он играл с Топаловым. Ну, опять, надо же, третий раз встречаются они. Причем до этого два раза это было в Риге и в Гамбурге. Играли они во втором круге. После того, как Веселин обыгрывал Накамуру. Ну, что, в принципе, было неожиданностью. Ну, я думаю, что Веселин как-то так радовался очень непосредственно всему этому. Но особенных надежд он не питал на то, что он далеко пройдет. Поскольку он давно уже объявил, что не хочет играть больше на звание чемпиона мира. Ну, так, приехал, потусовался, как говорится. Сыграл там, ну, в общем, обыграл Накамуру. Вол. Все хорошо. И... Ну, а чтобы бороться с Вашьев-Гравом, ну, все-таки трудно, наверное, было Веселин. Большая разница в возрасте. Да и растренирован, конечно, он по большому счету. В общем, в предыдущих этапах проигрывал сразу в основное время. Он здесь решил не проиграть. Уперся, сделал две ничьи. И вышел на первую партию, значит, рапидо черными. И пошел опять в берлинский вариант. Ну, вот Вашьев-Граву нужно отдать должное. То есть, он за нас делает колоссальную работу. За нас всех шахматистов. То есть, он настаивает на том, что вот я буду играть основное продолжение. Допускаю этот берлинский вариант, иду туда. И знаю, конечно, что опровергнуть нельзя. Но буду играть, как говорится, по мере силы возможностей. И верю, что, ну, какой-то процент партии я выиграю. Ну, так и получается. В принципе, это единственный способ отучить людей, ну, играть такого рода дебеты. Ну, то есть, надо их убедить, что шансов на выигрыш у них нет. А там, даже если раз из пяти они проиграют. Ну, вот, никогда же не знаешь, когда этот раз попадется. Ну, и многие уже отошли от этого. Вот Карлсон уже не играет в Берлин. Вы не подумайте только, что я как-то, ну, вот, не люблю Берлин. Или не люблю шахматистов, которые его играют. Ну, просто, честно говоря, немного приелось. Было время, играли одно и то же. Ну, что здесь получается? Значит, давайте двигать это все. В общем, до, да и одновременно с Максимом. Вот Фабиано Каруано тоже борется. У него много было хороших партий. Он, как Карлсона, побеждал в Берлине. Правда, бывало, и проигрывал. Ну, в общем, до чего он дошел, как говорится, там, своим умом. Это что коня на С3 ставить не надо. Вот как-то, как-то конь, вы это сейчас увидите. Вот, вот в этом варианте, как и было в партии. Конь должен прийти на Ф3. Причем, белым-то вот Ф4 играть как раз не стоит. Открываться немножко рановато. Потому что всегда есть проблемы вот с темпами. Черные могут контратаковать в нужный момент ходом Аш5. То есть, конь Д2, самый подходящий ход. И когда король уходит, значит, играется конь Ф3. Выселяет этого слона и слон Ж5. Ну, в общем-то, самое важное для белых, как... Ну, я не знаю, конечно. Я с Максимом не разговаривал на эту тему. Да и вряд ли бы он не ответил бы на такие вопросы. Но мне кажется, что он осознал, что самое главное в Берлине, это не 4 против 3. Которые вот стоят здесь прямо с раздачей. Главное то, что у черных проблемы с королем и с ладьями, которые не координированы. Поэтому белым нужно во всех случаях развиваться очень быстро. Ну, это, наверное, правильный метод. Вот здесь вот то, что белые делают. Хотя черные, разумеется, размены избегают. Ну, в общем, посмотрев на эту ситуацию, конечно, видно, что бить на Ж5 было откровенно плохо. Поскольку, ну, очень тяжело защищать эту пешку на Ф7. Король ушел на другой фланг. В первой партии, кстати, в основное время, в похожей ситуации, Веселин как-то сумел отвести слона на Е8. Но здесь, похоже, не получалось. И он сыграл так. Здесь, кстати, ничего нового нет. Пока, по-моему, продолжается все по партии Фабиана, Каруана, Александр Грещук. Наверное, года три или четыре назад. Не помню уже. Ну, вот так. Б6. Ну, вроде Б6 играть надо. Надо же какой-то момент выходить. Выходить королем. Но черная проблема в том, что слон на Д7, конечно, требует защиты. Ну, вот сыгран такой ход. Здесь вариант конкретный. Вроде бы надо уйти назад. Наверное, многие удивились, почему Веселин не ушел назад. Потому что подумали, неужели он на выигрыш играл. Но я думаю, что дело-то не в этом. Я почти уверен, что Максим не стал бы повторять хода никуда. Слон же 5 бы не пошел. А сыграл бы он так. Теперь конь Д4, что очень важно. Атакует пешка Ц6. И на это есть сильный ход Ц4. Ну, вы видите здесь, в чем дело. Значит, если слон это дело берет, то конь БЦ6. Очень какая-то неловкая такая ситуация. Ну, если так и контратаковать коня. Ну, коня-то мы атакуем, но он уйдет. А вот связанный слон никуда не уйдет. Поэтому белые, естественно, выигрывают. Очень похожий, кстати, вариант в ответ на слон Е4. У белых очень сильный ход конь Ф5. Находится в их распоряжении. И вот сейчас опять этот слон висит. Опять брать ладью нельзя. Ладья пойдет на Д4. Слону очень тесно. И, возможно, придется вообще бить на Ф5. Ну, так, в общем-то, и получилось. То есть, для защиты от конь Ж5 было сыграно А6. Теперь сюда. И конь А4. Очень сильный ход. Ну, вот белый конь движется вперед. Наносит удар по пешке Ж7. И дополнительная возможность конь Е7 шаг. Ну, Ж6 откровенно не помогает, поскольку Е6, а потом... В общем, структура вся раздроблена. Теперь у белых, конечно, большое преимущество. Да и слон С6 не работало. Ходит на Ф5. Шаг дает. А потом Е6. Ну, опять же, разбивает всю структуру. И, скорее всего, выигрывает пешку на Ж6. Ну, чтобы этого избежать, Веселин пошел Ж5. Хотя ход, конечно, не украшает позицию. И взял. Ну, спросите, зачем взял? Почему он на Е6 не пошел? Так там конь Ж7. Опять этим своном не удержаться нигде. Ну, в общем, вот так вот белые теперь играют против Берлина. Очень конкретно и на быстрое развитие. Вот. В общем, белые потом займутся этим делом всерьез. Ну, наверное, борьба бы хоть затянулась. А как Василин сыграл, он пошел король Б7. И теперь так. Ну, проблема возникла в том, что активизировать ладью нельзя, поскольку белые сразу двигают Е6. И придется идти назад. Ход король С8 с идеей, что вот пойду с левочным ходом ладья Д2, но выясняется, что вы уже не пойдете. Белые сыграют ладья Д3, опять перехватят линию, ну и так далее. Поэтому Топалов пошел С4, чтобы отнять поле Д3. Ну, это особенно не помогло. Вот уже белый король вовсю идет на Н5. А после этого сильный Е6. В общем, так и не удалось поставить короля. Короля напротив этой пешки. Вообще, ладья попалась просто. И Топалов сдался. Ну, конечно, окончание партии несколько гнетущее впечатление произвело. Но трудно ожидать от веселина. Ну, когда партия идет, допустим, как-то, ну... У него хорошее настроение. Он вроде бы играет так, как будто ему снова 30 лет. Конечно, когда такая вот неприятная позиция... Ну, в общем... Ладно, не беда. В общем-то, веселин сказал, что ему нравится играть эти турниры по олимпийской системе. Если выиграл, хорошо, дальше прошел. Проиграл тоже неплохо. Поеду домой. Ну, вот так. Ну, а Максим сделал очередной шаг. Он, в принципе, у нас впереди по очкам. Вот. Но... Ну, были и другие люди. И посмотрим, пожалуй, мы партию. Сейчас я быстренько ее поставлю. Здесь надо побыстрее. Яна не помнящего против Бориса Гельфанда. Но это был очень интересный, интригующий матч вообще. Ну, вот. Для Бориса, конечно... Ну, не то, чтобы это... Ну, прямо такое грандиозное жизненное событие. Он и матч на первенство мира играл. Ну, вот. И куча других сильных турниров. Но все-таки ему приятно, конечно, что вот уже, ну, так, объективно говоря, на закате карьеры все-таки появилась возможность вот сыграть, ну, с шахматной элитой снова. И настроился он очень серьезно на этот матч. И, честно говоря, вот во второй партии классического контроля должен был вообще выиграть и закончить... закончить все попытки Яна не помнящего отобраться в турнир... в турнир претендентов. Позиция была выиграна. Но закончилось ничью. А потом в первой партии по 25 минут не помнящий, как обычно, играл очень быстро. Вроде бы у Гельфанда были идеи какие-то, но как-то не срослось. Борьба затянулась, время таяло, и, в общем, довольно легкая победа для непомнящего. Ну, теперь белыми что делать? Ну, надо отыгрываться. А для... для этого, в общем-то, одна стратегия была у Гельфанда. Я думаю, я думаю, что он ее сознательно выбрал, я думаю, правильно выбрал. Надо сразу идти вперед и на короля. Поскольку, ну, против человека, который на 22 года тебя моложе, да и считает варианты с пулеметной скоростью, исполняется очень быстро. Ну, бесполезно затягивать игру. Ну, рано или поздно попадешь в цитноту, и все равно что-то подставишь. Поэтому партии надо заканчивать, ну, пока еще есть сила и время на часах. Ну, вот так вот все началось. И здесь Ян сделал ход Е5, который, ну, известен. Идея этого хода в том, что если белые пытаются перевести в староиндейскую защиту, то у черных есть такая шикарная возможность вот в этом классическом варианте староиндейки не ходить в Д6 и пойти в Ц6, а потом в Д5 в один ход. Ну, вот белые вообще не успевают ничего, и черные легко уравнивают. Ну, всем это известно, поэтому белые в большинстве случаев берут на Е5. Здесь черные могут, конечно, пешку отыграть, но тогда у белых появляется вот такая возможность слон с Ж5. Неприятный такой ход. Приходится Ф6 играть, но на руках белые стоят получше. Ну, вот, поэтому что у нас получилось? Что Ян применил, на самом деле относительно малоизвестный, но уже популярный ход все-таки становится он популярным. Тракировка это жертвы, пешки, там разные варианты есть. Гельфанд, мне кажется, был готов. Он пошел так, так приходится играть, иначе белые пойдут с Луны Е2 и Д3, станутся с лишней пешкой ни за что. Это вынуждено. Теперь взято и конь А6. Конь А6 ход правильный. Ну, дело даже не в том, что если возьмете ладьей, то сразу проиграете там ферзь, ферзь Д5 шаг и конь Ж5. Но дело даже не только, не столько в этом. Дело в том, что ладья попадет по темпу все равно и белые разовьют атаку на короля. Это главный план, поскольку у черных прикрытие короля теперь неадекватное. Ну, две пешки всего осталось. Вот поэтому конкретно Ян правильно играет, подводя коня, чтобы взять на эти четыре фигуры, которые не обязаны будут уходить. Ну, вот здесь вопрос, да, кажется, Гельфан, ну, почему же он не пошел Е5? Многие, наверное, скажут, ну, как? Ну, мне кажется, вот почему. Ну, давайте посмотрим на эту позицию. Ну, да, если черные попытаются как-то сразу эту пешку отыграть, пойти там ладья Е8, не знаю что, будет стоять хуже, конечно, без двух слонов и здорово хуже. Но дело не в этом, дело в ходе, ну, типа слона в пять. Знаете, в белом тоже вот пешка на Ф4 стоит, ограничивает слона. Вот, ферзиевый фланг как-то ослаблен ходом С4. Вообще, вы представите, что если бы пешка была на С3, ну, я же не говорю про слон С4 с шахтом, да вообще белые бы просто выиграли. Ну, вот, но здесь не тот случай, а ходит слон Е3, но он начинает этот конь куда-то лезть. Сюда, потом конь С3. Ну, вот это такая ситуация, где будешь думать над каждым ходом. Прямого выигрыша, конечно, нет. И будешь тратить время, противник будет играть быстро. Гельфанда это все не устраивало. И он пошел Ф5 на короля. Но интересный ход. И здесь конь Ж5, ну, всевозможные возможности, конечно, у белых. Ну, ферзем вроде бы, ферзь Е7. Но интересно было ферзь Ф6, вы знаете, что? Все-таки ферзь Ф6 принципиально, чтобы ферзь Д4 шаг дать. Как ферзей разменяют, конечно, у черных полный порядок. Но здесь уверенности нет, как белые должны продолжать. Но я особенно не анализировал, да и если бы я анализировал, времени не было бы вам все рассказывать. Что давайте по партии двигаться. В общем, здесь довольно форсированная игра и очень интересно. Значит, взял он, да? Ну, кажется, что белые сейчас заберут на Ф5, выиграют пешку и партию. Однако, что С6. Ну, вот после С6 кажется, что ферзь должен уходить. И тогда черные спокойно забирают на Е6 и вроде бы у них нормально все. Но у белых есть такой ход. Очень все это здорово выглядит. Хотя, есть у меня некоторые подозрения, что это, возможно, домашний анализ. Ну, как говорится, что делать? Сейчас уже не угадаешь. Дальше вот начинается то... Слушайте, ну, сейчас собьюсь на английский язык. По-английски называется Desperado Combination. Значит, это комбинация отчаяния. Ну да, фигура теряется, так лучше продать ее жизнь за что-то. Стараемся взять, ну, как можно крупнее, что-то, а потом забрать, ну, равноценную фигуру следующим ходом. Значит, ферзь, это G5, да? Да, если белые берут на G5, черные берут ферзя, ну, стоят нормально, но B2 возьмут такой ход. Ну, вот продолжается это дело, комбинация отчаяния. И здесь кажется, что у белых очень хорошо, но после вот ферзь мне кажется, у белых лучше. Поскольку при разноцветных слонах и тяжелых фигурах игра на короля это первое дело. Что Гельфанд, естественно, и пытался сделать. Пошел на линию Аш, сделал вот такой ход. Ну, вот Ян как ни в чем не бывало, но вот играет быстро, делает правильные ходы. Ну, вроде бы и так, ну, появилась какая-то угроза, ферзь бьет G6, как бы мат не зевнуть по первому ряду. Ну, хорошо, ладью все равно нужно поднимать, классический атакующий прием. Ну, не завидую я Гельфанду, честно говоря, как ему было тяжело играть. Ну, вроде бы все сделал правильно, позиция перспективная, а противник глазом не моргнет. Ну, понимаете, вот часть вот такой вот, ну, атакующей, напористой игры, вот даже в мое время, ну, бываю в психологической инициативе, вот противник будет сидеть там, не знаю, корчиться, думать там, голову обхватывать руками, а ты ходишь гоголем там, из-за тебя еще вся публика болеет, да, поскольку ты атакуешь. А сейчас, ну, многие научились спокойно не обращать внимания на все это, поскольку сейчас все разговоры. И если вот видят конкретный ход, как ферзь бьет А2, просто его делают, да еще и быстро. Ну, и трудно, в общем, пожилому уже шахматисту тут разобраться, что происходит. Мне кажется, Гельфин хороший ход сделал, ладья А3. Далее отрезать ферзя, может быть, пешку Ж, потом подключить. Но не помню, сейчас спокойно взял, даже так отошел, я думал, он на А8 пойдет. Сколько матный на А1 висел. Но он вот так сначала. Но вроде бы белые проводят эту комбинацию и подровняли материал, грозит мат в один ход. У черного короля вообще нет прикрытия. А не помню, сейчас защищается спокойно. Но здесь можно только посочувствовать Бориса Абрамовича. Он сделал ход в А4 неправильный. Да, наверняка он видел в А1, но тогда черные могут сыграть А5. Понимаете, что получается? Ладья А8. Ну и можно шаг дать. Ну и идет вперед. Что-то придется разменять. Разменять ладью, ну, мата уже не получится. Ферзь и слон не заматывают. Шахов дадут, да, но не заматывают. А там на С6 забрать не успевайте, потому что мат на Е1 висит. На А1, я имею ввиду, если взять на А8. Вот так. Мат висит на А1, поэтому не получается ничего забрать. А просто так выиграть, ну, это очень тяжело. По Ферзью разноцветному слону у черных могучий слон и защищенный еще пешкой на Е5. Не пройдут пешки там. Трудно двигать король, а Голица начнутся шаги. А менять Ферзей, ну, тоже, пожалуй, не выиграешь. Ну, все-таки надо было пойти в А1, но решил в атаку. Ну, вот атака обернулась, понимаете, дело в том, что вроде кажется, ну, трудно посчитать до конца, кажется, что ладья Е6 есть шаг, а его нет на самом деле, поскольку забирают ладью и матный Ф1. Он пошел так, король уходит. Еще один шаг, и кажется, здесь, наверное, Борис просто просрочил время, поскольку ходов больше не пришло и поставили результат 0-1. Ну, наверное, король С7 тоже выигрывает, поскольку ничего забрать не успеваем. Мат по первому ряду, от которого и защититься это невозможно толком. Посмотрите, ни одну пешку нельзя двинуть. Еще лучше слон Ф6. И там Ферзей 4, единственный ход. Ну, тогда ладья Е8, ну, уже даже не знаю. Давайте до мата доиграемся все-таки, но вот и доиграли с до мата. Но этого не случилось, в общем, Гельфан сдался. Ну, что можно сказать? Поздравляем Яна, но все впереди еще, то есть ему надо бороться с очень сильными противниками. Оказалось, что вот эта вот половина турнирной сетки, ну, похоже, заметно посильнее, где играет Перхьян сейчас играет с Веслисо, Ваши победил во второй партии по 10 минут. Страшная была там борьба. Ну, вот, ну, что у нас осталось, вы, конечно, можете сами посмотреть, то есть, все будет решаться в столкновениях, в личном столкновении, если оно произойдет, между непомнящим и Вашьелогравом. Есть еще вероятность, наверное, не очень большая, что если Андрейкин выиграет и высадит Вашьелограва, то Весли, если он будет уверенно побеждать, то он может, кстати, обойти по очкам. Ну, это все уже. Поговорим об этом потом. Я сделаю еще одно видео после каждого круга, я вам буду рассказывать, что там в Иерусалиме происходит. Ну, что ж, спасибо вам большое за внимание. Был с вами гроссмейстер Алексей Ермолинский.